Здравствуйте! В эфире программа «Семь минут». В гостях у меня сегодня Илья Зотов, директор сети магазинов «Твой скутер». Илья, здравствуйте! Здравствуйте! А вот сеть магазинов «Твой скутер», да? Ну, во-первых, сеть. Это уже говорит о том, что магазинов несколько. Да, у нас сейчас четыре магазина. Мы хотим быть ближе к людям, покупателям. Стараемся открывать магазины в спальных районах, чтобы было удобнее, близко, быстро к нам доехать, легко нас найти. Делаем, строим новый магазин на въезде со стороны Тулы на окружной дороге. И одновременно стараемся, чтобы рядом с нашим магазином было где провести тест-драйв, когда человек покупает технику, сразу же на ней прокатиться. Ну, достаточно, чтобы безопасна была площадка, на которой можно было безопасно проехать, чтобы, главное, тест-драйв не превращался в краш-тест. Ну, вот когда-то был, наверное, только один магазин, да? Насколько давно это было? Да, это было 10 лет назад. Я увидел первый раз скутеры, влюбился, решил, что дети, жители города Рязани должны иметь такое счастье, обладание таким транспортом. Сам купил и привез первую партию. Эта партия быстро разошлась. Я понял, это очень хороший спрос. Люди хотят пользоваться этой техникой и решил еще привезти. И с каждым годом пошло-пошло, и люди стали покупать. Но вдобавок одновременно было бы, ну, нечестно, что ли, перед людьми продавать просто эту технику. К ней нужны запчасти, ее нужно обслуживать. И мы тогда организовали еще один сервис, второй сервис, чтобы и обслуживать, не только по гарантии, но и делать профилактическое и техническое обслуживание, и в дальнейшем ремонт. Все-таки это техника, но каждый скутер состоит ни много ни мало из 1250 деталей, и каждый из них, как клеточка организма, может заболеть. Также и в скутере может что-то сломаться, и мы, конечно же, все это можем починить. Для этого собрали огромное количество оборудования. То есть сейчас в основных средствах, например, у нас числятся около двух с половиной тысяч видов инструментов для того, чтобы это обслужить. А вот магазин называется «Твой скутер», да? Но я так понимаю, что не только скутеры там продаются. Касаемо ассортимента, расскажите. Да, первые это были скутеры, но потом выяснилось, что люди к нам приходят с семьями, и ребенку хочет купить какую-нибудь небольшую электрическую машинку, мы стали их привозить. Хочет человек уже и велосипед, и в последние годы это стало особенно популярным. То есть есть и гибридные вещи, когда это наполовину скутер, наполовину велосипед, либо с бензиновым двигателем, либо с электрическим двигателем. И уже какую-то грань уже сложно поставить, что это больше, это больше скутер или велосипед. Но человек азартен по своей душе и по своей природе, и, конечно, стремится еще и побольше, и побольше. И после 50 кубиков скутера хочется уже 100 кубиков, потом 200, потом 300, 500. Ну, соответственно, в догонку за спросом мы стали предлагать, и сейчас стали появляться квадроциклы, то есть привозить квадроциклы. То же самое, 50 кубиков, 100, 500 кубиков, уже 700 пошли. И, соответственно, уже некоторые покупатели наши, которые покупали у нас 2-3 единицы техники, много раз обслуживались, просто нам жалуются, говорят, что, а почему у вас нет уже 800 кубиков квадроцикла пошли, или мотоциклы стали уже появляться 500 кубовые китайского или корейского производства. То есть и почему вы их не возите? Ну, соответственно, просят, предлагают нам, то есть мы, соответственно, идем навстречу, и, соответственно, под это нужны и большие торговые площади, и мы каждый год, каждый магазин еще стараемся расширить. А вот когда-нибудь просят вас привезти что-нибудь совсем уж необычное? Было такое, например, на вашей памяти пример какой-то? Да, конечно, это чтобы скутер умещался в чемодан, или же, например, чтобы квадроцикл мог плавать, то есть когда я проезжаю по земле, потом нужно миновать речку, переплыть, и потом, то есть и для того, чтобы квадроцикл мог ходить под парусом, или, например, велосипед ездить на солнечных батареях. То есть, в принципе, технически это решаемо, всегда вопрос цены, и насколько потом мы сможем это обслуживать качественно, то есть, ну, во многом, я бы сказал, больше половины все-таки вот такие интересные моменты, мне самому их интересно, мы их реализуем, и люди остаются довольны. Вот скутеры, квадроциклы, в принципе, все это сезонно достаточно, да, вот у нас скоро зима, они с горами, вот к зиме что-то может предложить твой скутер? Сейчас люди ездят на велосипедах вообще круглый год, и шипованные покрышки у нас продаются, то есть есть специальные термобелье, специальные перчатки, куртки, шлемы, а наш земляк Малахов ездил на велосипедах на Северный полюс, поэтому тут как бы можно круглый год ездить, и очень даже это интересно, особенно когда сейчас встанет лед, и немного будет снега, это вот по речкам, ну, главное, конечно, безопасность, То есть нужно понимать, отличать уметь серый лед, это белый лед, то есть на какой можно вставать нельзя, лучше почитать в интернете или посоветоваться со специалистами, особенно с рыбаками, если на воду выезжать, но можно и кататься и на квадроциклах, то есть это голокружительные полицейские развороты, то, чего, собственно, на машине побоишься делать, ну, страшновато, денег она нормальных стоит, то есть на квадроцикле, это, конечно же, великолепное ощущение. Сами пробовали? Мы ими пока что не занимаемся, у нас детские снегоходы, то есть это, ну, рассчитано на одного, может быть, такого среднего человека взрослого, ну, или двух детей, и на этих снегоходах, соответственно, можно запросто по лесу кататься детям. И второй, это мотобуксировщики, то есть мотобуксировщики, это, по сути, на гусенице от бурана сверху поставили двигатель от мотоблока, получается такая компактная машинка, и способ перемещения, это сзади цепляются сани волокуш, это такой большой пластмассовый бобслей. Можно прицепить туда, мы пробовали с детьми, 8 санок, и в Солочью-Лысую горку эта штука поднимается, стащит за собой, то есть со скоростью где-то там 25 км в час, но одному по плотному снегу можно развить скоростью до 60 км в час. По прямой. Ну, в гору он, задача его поднять, и он это исправно делает, это гусеница, то есть проходимость великолепная, а эти мотобуксировщики, они стоят где-то, наверное, начинаются от 40 тысяч рублей, и вполне бюджетные, и они компактно помещаются в багажник автомобиля, то есть, и, собственно, их создавали для того, чтобы на наши, там, например, Chevrolet Niva можно было багажник положить. И зачастую к нам приезжают люди именно с той машины, с помощью которой будут доставлять технику куда-то, то есть мы примеряем багажник, багажник входит, все, берем этот аппарат, то есть хочется, конечно, помощнее брать, там, не 5 лошадных сил, а там, 10-15 лошадных сил, но он чуть уже побольше, в зависимости уже от модели автомобиля. А дальше человек выезжает на природу, например, подъезжает к Классовскому озеру и выкатывает его, и, соответственно, не нужно идти 2-3 километра, например, уже по снегу, непроходимому насту, может быть, там, а садится на эти санки, нажимает кнопочку и повез, он тебя довез. То есть минимальное потребление топлива, плюсом под рукой всегда получается фактически бензогенератор, то есть там вырабатывается, как пока работает мотор, 220 вольт. И можно подзарядить телефон, включить лампочку, включить электрочайник, поставить магнитофон, приемник или телеканал, город настроить на телевизоре и ловить рыбу, просматривать или передачи. В общем, 21 век, он 21 век, да? Ну, это приятно, очень, наверное, Илья, да? Скоро Новый год. Вот к Новому году готовите, может быть, какие-то подарки своим покупателям, какие-нибудь акции? Мы, да, несколько раньше уже начинаем, то есть уже с середины ноября у нас действует акция о том, что на ремонтное обслуживание 30% скидка, то есть и некоторые люди, конечно же, действительно, я видел, ждут этого. То есть фактически мы делаем по себестоимости и с тем, чтобы готовили сани с лета. И второе, что сделали, это и зимнее хранение, и сейчас тоже даем до Нового года скидки. Все-таки технику, чтобы сохранить до нового сезона, помимо, ну, конечно, просто сохранить, тоже мы достаточно квалифицированно научились это делать. И десятки людей к нам обращаются именно за этой услугой. А второе, это законсервировать ее, то есть грамотно законсервировать аккумулятор, масло, бензин, смазать все это. И одновременно вылечить какие-то болячки, которые в этом году созрели, и с тем, чтобы весной получить исправный аппарат и на нем в путь весь следующий сезон. Ну что ж, спасибо вам, Илья, огромное. Нашим телезрителям напомню, что в гостях у меня сегодня был Илья Зотов, директор сети магазинов «Твой скутер». Это программа «Семь минут». Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин